Этот кобель меня замучил. Понимаете? Вот что с ним делать? Ну, на самом деле, может, это просто весна. Да нет, он круглый год гуляет, шляется непонятно где, под утро приходит весь грязный, ни одной сучки не пропускает. Ну, бывает такое, это гиперактивность. Да нет, а еще он из дома убегает, понимаете, бегает, бегает, потом приходит голодный. Ну, а не пробовали поводок? Да пробовала, но он перегрызает. А закрывать? Понимаете, выбивает дверь, пока я на работе. Ну, честно говоря, не очень компетентен в таком вопросе. Может, его того чик-чик? Да, это крайние меры. А может, покапать успокоительное? Да пробовала я. Ничего не помогает. Знаете, я вам советовал все-таки бы обратиться к ветеринару, мы тут людей лечим. Я не поняла, при чем здесь ветеринар? Граф у меня прекрасный, порядочный песик. Вот. Я вам говорю про мужа. Иди сюда! Ко мне! Может, его чик-чик? Вика, ну зачем чик-чик? Я тебе обещаю, это в последний раз было. Да ты мне каждый день говоришь, по 10 раз одно и то же. И что? Ну как? Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Поэтому и хочу сделать это под анестезией. У нас трое детей. Ну куда еще? А там вообще непонятно сколько. Это двое, и там один. Я тебе сейчас сама их откушу. Мужчина, на самом деле вам и танцевать будет удобней. Да? Да? Слушай, может это... Ну, с документами у вас все в порядке. Спасибо. А в сумочке что? В сумочке библиотеку перевожу. Ага. Книги, значит? Книги. Это все книги? Да. Вот, пожалуйста. Литература. Поближе, пожалуйста, покажите. Приятно, когда люди интересуются. Пожалуйста, вот мне. Анна Каренина. Ух ты. Моя любимая книга. Да. О, а это что такое? А, это товарищ брал почитать и забыл. Давайте ему передать. Я сам передам. О, а вот еще толстой. Ух ты, а что это? Что это? Закладки. Закладки. Ага. Понятно. Так, а что у нас здесь? Гарри Поттер. Ага. О, а это, наверное, философский камень, да? Да вы знаете, что за такие философские камушки вы можете попасть за решеточку со стеночкой, и там будете философствовать. Ох, у вас будет времени много книжечки почитать. Я, 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 я понял. Ребят, давайте я вам отдаю Гарри Поттера и Толстого, и мы расходимся. Идея хорошая, но нам этого мало. Да. Тогда вот, пожалуйста, рассказы Чехова. Рассказы Чехова. Вы что нас за идиотов держите, а? Понял. Пожалуйста. О, прикинь, даже книга такая есть. Ага, точно. Ага, нормально. Так, ну и этого маловато. Да. Маловато. Тогда, как ценителям литературы, вот, «Мертвые души» и первый том. А что же вы мелочитесь, давайте уже два тома. Как, второй же сожгли. Как сожгли? Кто сжёг? Гоголь. Гоголь? Это что, подельник твой, что ли? Это ж каким надо быть идиотом, чтобы деньги, о, о, книги сжечь? М? Ну, нету второго тома. Ладно. Давайте тогда «Войну и мир» два тома. И на этом сойдёмся. Ребят, вот, кстати, «Война и мир» — это объёмная литература. Вы не осилите. Это мы не осилим. Да я знаешь, сколько книжек в детстве пересчитал? Эм, перечитал. Давай, выгружай все свои книги, сейчас мы их читать будем. Пожалуйста. О, Кобзарь, ты смотри... Ой, знал бы, Кобзарь! Ох ты, что ж ты, ну, а? Пушкин, да, говорите? Рубли. Франклин и Франко вместе веселее. Понятно. О, теперь я понимаю, почему книга «Самый лучший подарок». Ага. Так. О, какая неожиданная концовка. Хе-хе. Надо же, автор совершенно другой, а концовка та же. Так. Так. Ух ты! Закладок вы набрали? Да! Так, ну, почитали, теперь давай считать. Точно. Дорогая, я дома. Ой. Вика, ты что, не накрашенная? Ой, Сашка, ты уже вернулся. Ну, как тебе сюрприз? Вика, что это? Это Рекс. Коллега с работы попросил присмотреть. Недельку. А не мог тебе на работе? Не могли тебе премию дать? Я не могу. Ну, это очень хорошая, добрая собака. Вика, ты же знаешь, меня в детстве собака покусала. Я их жуть как боюсь, этих собак. А ты не бойся. Ты подойди и погладь. Нет. Давай, давай, говорю. Видишь, он поздоровался с тобой. Привет. Привет. Да, теперь ты подойди и поздоровайся. Вика и не познакомься поближе. Ой, 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 ой. Видишь, как ты ему понравился. Это я ему так понравился? Да. Что ж будет, если я ему не понравлюсь? Он же меня сожрет. Саш. Знаешь, Вика, я, наверное, на недельку на дачу уеду. У меня там коты не кормленные. И... И... Все. Пока. Счастливо. Как хочешь. Ушел. Ушел? Убежал. Я же говорила, он так боится собак. Да, Рекс, у меня молодец. Я, честно говоря... Что? Не могу при нем. Так, Рекс, иди гуляй, и дальше я сам справлюсь. Да ладно, знаю тут чего. Что делать? Да, нашелся мне советчик. Иди, на стрёме постой. Я тут делаю займусь. Угу. Ну-ка, 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 ну-ка. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте. Извините за опоздание. Ничего-ничего, это привычно, что тут у нашей медицины опаздывают. Что же хотели? Евгений Михайлович, у меня сегодня прививки у детей, но тут такая ситуация, как бы... Мама, мама, мы сегодня с Мишей будем делать укольчики дяди. Настенька, ну что ж ты... Я понял, понял, ладно. Идите работайте, я посижу с вашей дочерью. Спасибо вам. Вам, правда, не трудно. Елизавета Васильевна, я 15 лет проработал в этой школе заучен. Я с такими хулиганами справлялся. Вы что думаете, я с маленькой девочкой не справлюсь, что ли? Спасибо. Настенька, веди себя хорошо. Хорошо, мамочка. Пока. До свидания. Всего доброго. Девочка, ты рисовать любишь? Да. Вот на тебе тетрадку одного двоечника. Бери карандашик, рисуй, что хочешь у ней. Все равно лучше от этого он учиться не станет. А откуда берутся дети? В школу их приводят родители. А у родителей откуда они берутся? Я не знаю. Я учитель истории. Это у биолога нужно спросить. Кто такой биолог? Биолог – это учитель такой. А кто такой учитель? Учитель – это человек, который учит деток. А откуда берутся дети? А почему трава зеленая? А почему голуби странно ходят? А почему дождь мокрый? Ну, слава богу, Елизавета… Так, Евгений Михайлович, я вам знаете, как скажу? Эти дети, они ах… Ах, эти дети, ах и ох! Впервые соглашусь с вами, дядя Митя. Нечасто такое слышу. А это что, новая училка? Только с института реформа ВО. Это дочка нашей медсестры. Здравствуйте, дяденька. Здравствуйте, тетенька. Вы знаете, откуда берутся дети? Знаю, но тебе не скажу. Не знайте, не знайте. Знаю, знаю. Не знайте. Знаю. Сто миллионов пятьсот, не знайте. Сто миллионов пятьсот один знаю. Не знайте. Знаю. Не знайте. Знаю. Не знайте. Знаю. Не знайте. Не знайте. Знаю. Не знайте. Ну что, я пришла. А, у вас тут тихий час, да? Да. Они три часа спорили, почему у муравья попка соленая. А потом уснули. Ладно. Я свою спираю. А, ну только моего не трогайте. А то он проснется, плакать будет. Наша Настенька его до слез довела. Вот Мишка только ее успокоила. Олег Петрович, добрый день. Сегодня не просто добрый, сегодня очень-очень щедрый день. В конце рабочего дня решили нам депозитик принести, да? Ну, конечно. Вы же для меня, как жена, как две жены. Все вам несу, все вам. Вы что, сегодня директора ювелирного магазина остановили? И судя по количеству золота, он на двойной сплошной развернулся и был не пристегнутый и без аптечки, да? Нет, сегодня, пацаны, особый случай. Цыганский табор кочевал, а я на трассе один стоял. Табор? Да. А за что вы его остановили? Там у них все, что хочешь. Аптечки нет, страховки нет, фары не включены, колеса не подкачаны. Полный комплект. Как они ехали-то вообще? Как-как? На кибитках своих, с лошадьми. Короче, у вас сегодня джекпот. Обобрали до нитки кочевников, да? Ну, что значит обобрали? Во-первых, например, серебро я не брал брезвую. Ну да, на гаишников же серебро действует как на драку. Какая драка? Не было никакой драки, они сами все отдали. Пацаны, давайте, в общем, гляньте, что там на моем счету. Так, сейчас, секундочку. Так, Олег Петрович. На вашем счету минус 200 тысяч гривен. Как минус 200 тысяч? Ну, вот так. Все депозитные средства были сняты полчаса назад. Да нет, ребят, вот моя карточка. А где кошелек? Там же карточка и пароль. Ну, ромалы. О, уже не минус 200, а минус 300 тысяч. Да. Слушай, они, наверное, к другому банкомату пошли. В этом средства закончились. Вот кочевники. Может, карточку заблокируем? Не надо. Пусть это будет единственный случай, когда за счет одного коррупционера живет целый народ. Жаль, что не наш народ. Да. О, минус 400. Ха, молодцы, Гарри. Ай, ромалы, молодцы. Давай. Ай, 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 ай. Красавцы. На троих. Так. Аккуратнее, там помыто. Ага. Здрасте. Здрасте, девушка, дайте вот что-то сильно действующее от головы. Ага, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Что-то еще? Так, это есть, да. От тошноты, пожалуйста, дайте. Чтоб не от сериалов не тошнило, не от запахов, не от меня, чтоб не тошнило. Есть такое? Хорошее средство. Очень хорошо. Так, от слабости дайте, вот, чтоб прилив сил вот такой пошел. Есть что-то? Витаминки. Витаминочки, давайте, хорошо. И вот эти, давайте. Так, 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 так. Что еще? А, мази. Мазь дайте, чтобы от суставов, от чесотки, чтобы от синяков, от всего мазь давайте. Слухайте, а может вам к знахарям обратиться? Ну, там, к бабкам? Да были мы уже и у бабок, и у знахарей, ничего не помогает. Так, это есть, это есть, это есть. А, ну и дайте, конечно же, презервативы. А, уверен? Уверен. Хорошо. Вот сейчас я уверен на все сто процентов. Сейчас ты не отверстишься. С вас семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят. Ай! Что? Я, кажется, ногу сломала. Ну, девушка, есть что-то от сломанной ноги? Вот тут ничего нету. Вам надо в больничку гипс накладывать. Ай! Это надолго? Ну, месяц-полтора где-то. Ай! Я тогда через месяц-полтора вот это заберу, а пока в больничку поскакали. Прыскок, прыскок. Хорошо. Надо же быть такой дурой, чтоб от секса так отмазываться. Ну, она сломала. Это фига. Ты хорошо себя чувствуешь? Все хорошо. Ты не устала? Я не устала. перестань кусать Машу. Ну и что, что ты есть хочешь? Я тоже много чего хочу. Добрый день. Вы Виктория Сергеевна. Да, что вы хотите? Знаете, мы хотели посмотреть садик, в который будет ходить Егорка. Да-да. А может быть для начала Егорка родится, потом начнет ползать, потом ходить, и вот тогда он придет в наш детский садик. Вы знаете, мы любим, когда у нас все распланировано. Да. Мы любим, когда все просчитано, разложено по полочкам и без сюрпризов. Я не люблю сюрпризов. Вы знаете, мы даже уже кроватку купили, колясочку купили, костюмчики, бутылочку. Мы уже выбрали школу, в которой он будет учиться, университет и ресторан, в котором он будет праздновать свою свадьбу. А еще дом, в котором он купит квартиру. Да. А банк, в котором он будет пенсию получать, вы случайно не выбрали? сэркетку. 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 Ну, конечно, выбрали. Это ближайший к нам банк. Мы уже договорились. Да? Капец. Я прошу прощения. Это из больницы. Да. Слушаю вас очень внимательно. да как ошиблись узи это ошибка наш егорушка он девочка дыши 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 спокойно вы просто поменяйтесь с кем-нибудь вот и все точно поменяться значит сейчас едем в роддом узнаем у кого мальчик и меня нет стойте я имела ввиду поменяться колясочками а он такой убегает я за ним он через забор и аспекаля пах 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 и все ты мне сейчас пересказываешь крепкий орешек что ли ну ладно раскусил санек санек мальчики привет здрасте здрасте я по делу запомни скворцова между милиционерами проститутками не может быть деловых отношений деловых быть не может а интимных очень даже может так скворцова ты это перестань языком своим молотить ну было один раз и чё мне не понравилось что продлил на час какие подробности узнаются александр константинович увлекся короче чё тебя надо в общем мне нужен партнер скворцова у вас вашей проститутошной системе сбой какой-то произошел обычно вас как партнера вы ищут нет это не для себя так скворцова твое время дорого наши еще дороже хочешь разговаривать клади сюда бабки на стол и трэнди хоть целый час какие вы быстрые особенно этот в общем меня пригласили на свинкерскую вечеринку а там как бы пары меняются партнерами а я же работаю одна так вот мне нужен партнер я не понял мы тебя чё мужа должны найти вообще-то я думаю что кто-то из вас согласится скворцова ты вообще сбрендила что ли ты что несешь ну честно говоря предлагают 500 долларов за час сколько 500 долларов туда-сюда обратно и по домам принципе я сегодня как раз хотел пораньше уйти так что нужно помочь то куда раньше куда раньше старшего по званию а мне важнее более мне надо деньги вернуть потраченные на вот эту обезьяну ну надо идите конечно так я согласен только деньги вперед да нефиг делась ну детям на конфеты хорошего вечера и вошли и вошли эй ну чё ты начинаешь ну товарищ лейтенант ну саша в рот закрой ой ну подумаешь не рассказала про маленький нюансик из этого нюансика скажешь я тебе язык оторву не рассказала что пара из двух мужиков мы же в европе да уж ну и даете это что это у вас мужичок получается да лучше уж я буду жить на одну зарплату чем вот такая вот к ней над бабочка будет да александр или вас теперь назвать александра александр или александр или скажешь кому язык которым ну ладно 500 баксов есть я тебе говорила рот закрой а 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 Продолжение следует...